Здравствуйте! На этом занятии нам нужно изобразить на графике множество решений системы неравенств у больше х-8 и у меньше 5-х. Построим графики каждого неравенства. Это часть координатной плоскости, в которой множество будут покрывать друг друга и будет множеством решений системы. Итак, проведем оси. Это моя ось х, а это ось у. И сейчас я хочу провести граничную прямую для первого неравенства. Уравнение граничной прямой следующее. у равен х-8. Но мы эту прямую во множество решений включать не будем, поскольку в неравенстве знак больше, а не больше или равно. Построим график этого уравнения. Ордината точки пересечения этой прямой с осью у равна минус 8. Когда х равен 0, у равен минус 8. Отметим эту точку. В этой точке у равен минус 8. И эта точка принадлежит прямой. А угловой коэффициент в данном случае равен 1. Здесь нет 1 перед х, но мы можем ее дописать. Значит, угловой коэффициент равен 1. Я могу прямо сейчас провести такую прямую с угловым коэффициентом 1. Или можно поступить по-другому. Можно отметить точку пересечения прямой с осью х. Если у равен 0, то х будет равен 8. В этой точке х равен 8. Если мы продвигаемся на одно деление вправо, мы поднимаемся вверх также на одно деление. И мы проводим не сплошную линию, так как это было бы графиком уравнения, а пунктирную, так как неравенство у нас строгое, и прямая не входит во множество решений. Нам не нужны значения у, которые равны х-8. Нам нужны значения, которые больше х-8. Так что проводим пунктирную линию. Эта прямая выступает только границей. Мы не включаем ее во множество решений. Это граничная прямая для первого неравенства. Теперь отметим значения, при которых у больше, чем х-8. И если значения, удовлетворяющие уравнению, лежат напрямой, то значения, удовлетворяющие неравенству, будут лежать над прямой. Множеством решений будет выступать вот эта часть координатной плоскости, которая находится над прямой. Если вы немного запутались, то я еще раз повторю. Знак «больше» означает, что множество решений расположено над прямой, а знак «меньше» соответственно под прямой. Или же, чтобы окончательно убедиться в правильности своего ответа, можно взять координаты любой точки из окрашенной области и проверить, будут ли они удовлетворять неравенству. Например, возьмем точку . Подставим эти значения в неравенство, и у нас получится 0 больше, чем . И это правда. 0 больше минус 8. Значит, в этой части на самом деле находятся все значения, удовлетворяющие неравенству. А теперь попробуем взять точку из этой части. Пусть это будет точка . В результате у нас должно получиться неверное неравенство. Посмотрим. 10 минус 8 равно 2, а 0 не больше 2. Как видите, точка из этой части координатной плоскости нам не подходит. Но лучше, конечно же, рассуждать следующим образом. Если это граничная прямая, то, исходя из неравенства, в котором знак «больше», множество решений будет находиться над прямой. Переходим ко второму неравенству. Уравнение граничной прямой будет у равен 5 минус х. Запишем. у равен 5 минус х. Если х равен 0, то у равен 5. 1, 2, 3, 4, 5 – вот эта точка. Угловой коэффициент этой прямой равен минус 1. Мы можем записать это уравнение как у равен минус 1 умножить на х плюс 5. Возможно, так вам будет понятнее. Значит, ордината точки пересечения с осью у равна 5, а угловой коэффициент равен минус 1. Можно рассуждать и по-другому. Если у равен 0, то х равен 5. Отметим эту точку. Или же каждый раз, когда мы продвигаемся на одно деление вправо, мы опускаемся вниз также на одно деление, так как угловой коэффициент равен минус 1. И мы опять проводим пунктирную прямую, так как в неравенстве у меньше 5 минус х. Если бы здесь был знак «равно», то мы бы включали и саму прямую во множество решений. То же самое касается и знака «меньше или равно». Прямая в этом случае была бы сплошной. Итак, при любом х значение у, равное 5 минус х, находится на этой прямой. Но нам нужны значения, которые меньше 5 минус х, поэтому мы закрашиваем ту часть координатной плоскости, которая расположена под прямой. И опять-таки вы можете проверить, правильно ли вы определили множество решений. Для этого достаточно взять точку из окрашенной части, подставить ее координаты в неравенство и посмотреть, будут ли они удовлетворять этому неравенству. Например, точка . 0 на самом деле меньше 5 минус 0, или просто 5. Можно взять еще и точку, которая не принадлежит множеству решений, к примеру, точка . Тогда 10 будет меньше, чем 5 минус 0, а это неправда. Значит, точка нам не подходит. Как я уже говорила, множество решений системы неравенств – это те значения х и у, которые удовлетворяют обоим неравенствам. А мы выяснили, что часть, закрашенная розовым цветом, представляет собой решение второго неравенства, а часть, закрашенная зеленым – первого неравенства. А значит, значения, удовлетворяющие обоим неравенствам, будут находиться в области, закрашенной двумя цветами. Вся вот эта часть координатной плоскости, которую я сейчас закрашиваю синим цветом, расположенная под розовой прямой и над зеленой прямой, представляет собой множество решений системы неравенств. Все значения в этой части координатной плоскости будут решением системы неравенств, за исключением значений на обеих прямых. На этом все. До скорой встречи!